Всем привет, с вами Эдгар. Хочу рассказать про гималайскую соль и как я ее применяю. Начнем с того, что у меня есть хамам, там находится парогенератор, куда я сейчас добавлю как раз таки соль. Сейчас хочу включить свой хамам, вот такой вот у меня хамамчик. Там форсунка, оттуда выходит пар, подача идет. И у меня закуплена вот такая вот соль. Гималайская соль в бане способствует повышению оздоровительного эффекта, совмещает в себе более 80 элементов, помогающими в борьбе с бронхиальной астмой, аллергиями, иммунными и инфекционными заболеваниями, уходят солевые отложения, излечивается склероз. Насчет склероза, конечно, ну, возможно, не знаю. Ребята, не могу сказать, что прям, знаете, это я прям проверил и все это, конечно, работает, вот, но чисто вот включая логику, да, вот, соли всегда работали в принципе для человека, для оздоровления. Я вот помню с детства мы жили в Армении, вот эти всякие солевые ванны, солевые шахты. Человек соль кушает, как бы там ни говорили, что не нужна соль и сахар. Не слушайте таких людей, это вообще ничего тогда не нужно. Что вы вообще-то на планете Земля тогда делаете, если вам ничего не надо? Так что все в меру полезно, все. Но если это натуральный продукт, например, там можно сказать, что вино это плохо, ну, какое вино? Сам вырастил дома. Вот у меня виноградник скоро там будет, вот, растет. И если я сам сделаю вино, почему бы нет? Ничего плохого. Также есть соль, например, которую, два варианта, да, ну, их, вернее, вариантов больше. Есть обычно стандартная, которую вы знаете белого цвета, там с помощью выпаривания добавляют туда еще для стабилизации кое-какие химические элементы. В принципе, никто, так сказать, не умер от этого, но все-таки в чем разница каменной соли, да, и обычной соли мелкой, которую в упаковках? Это добывается просто, вот, откололи, находят слой и берут этот слой и начинают, грубо говоря, ломами ломать оборудованием, я не знаю, кто, как, наверное, там добывает, но просто раскалываются это все дело. Потом вот в такую тару просто упаковали, здесь этикеточка, и это стоит денег. Возможно, это столько денег-то и, конечно, не стоит, но кто попрется там в Пакистан, чтобы, например, вот, добыть эту же соль? Вряд ли я туда поеду. Поэтому спасибо тем людям, кто это делает, добывает все-таки эти вещи. Называется на Гималайске, потому что рядом с Гималаями эта вся добыча происходит. Ну, я думаю, что не в Гималаях, а рядом. Но так как Гималай рядом, а Гималай очень популярная местность, ну, назвали Гималайска. Но работают там, как я понял, пакистанцы там. Так что вот так, смотрите, вот такая вот соль розового цвета. Розовый цвет – это то, что содержится там внутри какие-то химические элементы, которые дают как раз-таки ту самую, то самое розовое свечение, вот это. Самое главное, что это каменная соль. Если вы обычную соль тоже белую найдете в каменном варианте, она намного полезнее, чем вот эта, которую мы покупаем, типа очищенная и все такое. А здесь еще содержится что-то, я не знаю, что, но что-то содержится. Так что я думаю, что эта штука в любом случае будет нам полезна. Так что не зря вот эти все солевые шахты, вся эта система существует. Я беру вот эту соль, что делаю? Облизываю, думаете? Как вы думаете, можно облизывать ее? Вкусная соль. Ее под краном промываете, а потом можете спокойно, конечно, облизывать, без проблем. Вот так. Почему ее нужно промыть, хотя бы разочек? Ну, потому что по ним ходили пакистанцы в башмаках, когда ее раскалывали. Поэтому я не знаю, кто там по ней ходил, чего делали. Но она каменная соль. Вот. Вкусно. У нее даже чуть-чуть сладковатый такой. Ее, кстати, применяют и в пищу. Очень такая полезная штука, говорят так. Я просто добавляю ее вот сюда. У меня есть такая штукенца. Потом это все дело закручивается. И включаю хамам. Пар проходит через соль, насыщается ей. Потом идет через стену и выходит. И когда мы здесь паримся, здесь уже воздух насыщен как раз таки солью. Вот мы сливаем. Моя шахта, пожалуйста. Так что я ее периодически применяю. Мне от хамама всегда встает лучше, когда я чувствую, что что-то не так. Вдруг там замерз или дети там чуть-чуть заболевают. Какой-то, например, там кашель появляется. Несколько раз сходите несколько дней подряд в хамам. Все. И обязательно добавляю вот эту соль. Хочу посмотреть, какая еще есть соль, чтобы тоже разнообразие вот это применить по чуть-чуть. Вряд ли это не поможет. Такие вещи всегда помогают. Вот эти грязевые ванны, солевые. Потому что человеческий организм это машина, которая состоит из разных химических элементов и требует строительства. А чтобы все это дело строилось, мы должны предоставлять природные какие-то ресурсы. Там воздух, вода, какие-то химэлементы. Но так как мы слишком какие-то стерильные стали, сидим дома, все чистенько, антибактериальное, антибактериальное, антибактериальное мыло. Вот. Потом, чтобы мыло взять, нужно еще мылом помыться. Ну что-то типа того люди превращаются вот в это. И минимум контактов с природой. А это плохо. Потому что человек должен контактировать с природой, с землей, с деревом, камень, да. Во всем этом прикосновение кожа тоже питается. Как работает хамам, баня. Это же поры. Человеческие поры раскрываются, температура поднимается, воздействие. В общем, всего подряд. Поэтому нужно взаимодействовать с природой. Если мы не идем в природу, как говорится, то мы тащим природу себе домой. Я вот добавляю вот такую соль и периодически еще добавляю вон на улицу у меня там, отсюда не видно, видно вон какие-то сосновые ветки, еще что-нибудь из этого. Травы всякие разные. И это, я думаю, что помогает, работает.